Утро доброе! В студии Кирилл Уржунцев, и сегодня я приготовлю картофель по-деревенски. Что же мне нужно для этого рецепта? Конечно же, картофель. Я его заранее порезал на вот такие вот порционные дольки. Еще мне понадобятся приправы. Это куркума, это кориандр, это паприка и сушеный чеснок. И еще немножечко соли. Мы сделаем к этому картофелю соус, о котором я вам расскажу чуточку позже. А прямо сейчас давайте переходить к готовке. Первым делом картофель нужно немного отварить. Беру картошку, в холодную воду его закидываю. И буквально спустя 3 минуты после того, как он закипит, снимаю его с огня и буду обваливать его в специях. Теперь давайте соберем смесь из приправ. Конечно же, основу этой смеси составит растительное масло. У меня здесь 4 столовые ложки, половина чайной ложечки соли на это количество картошки. Я думаю, что мне будет достаточно. Следующими я отправляю паприку и сушеный чеснок. Далее куркума и кориандр. Куркума нам даст золотистый вот этот желтый красивый цвет картофелю. И теперь самое главное перемешать все это дело и сделать это красивенько. Самое время приготовить соус для картошки по-деревенски. Что же мне понадобится для соуса? Конечно, я возьму сначала чашу для блендера. Затем, не зря на моем столе находятся огурчики соленые. Возьму их, немножечко порежу. Тоже отправлю в блендер. Ну, я думаю, что где-то 3-4 штучек будет вполне себе достаточно. Следующими я добавлю зелень. У меня здесь немного укропа, немного петрушки. Вот так вот взял их, порезал. Еще я возьму один зубчик чеснока и натру его прямо в чашечку. Основу нашего соуса составит майонез. Я сегодня возьму майонез провансаль от Хабаровского МЖК. Один из самых любимых хабаровчанами майонез провансаль от МЖК Хабаровский изготавливается по традиционной рецептуре в соответствии с ГОСТом и, что самое главное, без консервантов. Кстати говоря, ГОСТ не запрещает использовать пищевые добавки, так что выбор остается за производителем. И наш местный производитель этот выбор делает в пользу здоровья земляков. Добавляю майонез, майонез добавляю много. Все составляющие соуса загружены. В чашу блендера самое время все хорошенечко пробить. Соус для картофеля у меня готов. Он получился очень ароматным и вкусным. Теперь картофель, который я сварил 3 минуты, готов. Самое время залить его заправкой. Я еще раз ее перемешаю. И всю эту красоту я заливаю вот так вот прямо сверху. И теперь, не стесняясь, аккуратно все это перемешиваю. Картофель у меня в специях. Вот такой красивый получился. Теперь я его выкладываю на противень. Духовка у меня уже разогрета до 200 градусов. Минут на 10-15 отправляем картошку. Посмотрите, какое красивое, яркое, солнечное блюдо у меня сегодня получилось. А пожелание на день сегодня будет следующим. Желаю вам побольше теплых осенних дней. Проведите их с пользой в приятной компании. А по утрам обязательно включайте телеканал Губерния. Пока!